Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы в ГУМе, в Боско-кафе на втором этаже, чтобы поговорить о часовых иконах, часовых мифов, часовых легендах. Встретились мы здесь с прекрасной Ольгой. Ольга, между прочим, для меня бы давно знакомая Оля, а на самом-то деле Ольга Владимировна, руководитель часового направления всего Боско, известного нам всем как Сублим, это бутики разных марок и мультибрендовых, и монобрендовых, и в ГУМе, и в других местах. И сейчас, я думаю, что мы с ней очень интересно поговорим про часовую историю, культуру и часовой дизайн. Ольга, почему мы поговорим именно про часовые иконы? Почему эта тема актуальна и по сей день? Потому что часовые иконы — это те часы, которые как-то связаны с определенным историческим событием, с какой-то культурной эпохой, с какими-то людьми, которые привнесли влияние на определенные события. Эти часы, которые доказали актуальность и качество через поколения, через многие-многие года, и они не потеряли этой актуальности и по сей день, они очень узнаваемы. Часы, которые мы можем найти сейчас в продаже. Безусловно, вы будете как в субболе? Да, вы будете как в субболе. Оль, ну начать я предлагаю не с иконы, а с такой важной вехи часовой, начать со сводч. Скажу так, вот недавно такое настроение было грустно, такая погода тоскливая, и захожу я в ГУМ и вижу… А тут сводч и все краски радуги перед тобой заиграли. Да, два этажа сводча. Захожу на первую, на третью линию, там висят огромные флаги про то, что вот сводч, совместный проект с музеем Помпиду, с музеем Ома, чего в наше время не совсем ожидаешь, да, увидеть, даже в ГУМе. Бытует такое мнение, что сводч – это не совсем про часы, это больше про аксессуары, больше, может быть, даже про какое-то произведение искусства. Вот скажи твое мнение, как профессионал на этот счет. Ну, для меня, конечно, сводч – это больше немножко аксессуарная история. Все-таки я больше за механику или за что-то сложно произведенное. Все-таки сводч – это массовый продукт, такой доступный, интересный, веселый, но у них вот много вот этих вот совместных проектов, которые наполняют их максимально каким-то вот вау-фактором, фишечкой. И это, мне кажется, очень, ну, то, чего не хватает некоторым часам даже серьезного настроения, какого-то вот этой вот эмоции. И при этом все-таки это для меня важная веха, так что вот в 83-й год сводч появился. До этого швейцарская часовая промышленность, был так называемый кварцевый кризис, когда, особенно с азиатских рынков, пошло очень много часов, и швейцарцы, конечно, переживали не лучшие времена. И вот в 83-м году Николас Хаек придумал такой вот сводч, то есть это Second Watch, вторые часы. То есть они швейцарские, то есть еще их надо расшифровывать как SwissWatch, хотя он имел в виду именно как Second Watch. Такие вот вроде бы обычные часы, часы на каждый день, максимально простые, утилитарные, но при этом веселые. Даже до этого часы были абсолютно утилитарной историей. Они выполняют свою функцию, потому что веселье вошло в твою жизнь, как только ты вошел в Boutique Swatch. Да, только я зашел в ГУМ, сразу же веселье, и настроение улучшилось, как было у Гришковца. Вот, поэтому у меня такой вопрос к тебе. Вот, какие есть сейчас совместные проекты, то есть что вообще из вот этих актуальных коллекций мы можем найти вот в вашем вот в этом прекрасном бутике? Мы можем практически все коллекции найти, у нас нет никаких ограничений, поэтому все, что ты сейчас перечислил, это и Помпиду, это и Мома, и детская коллекция, пожалуйста, всегда у нас представлена в полном ассортименте. Никаких ограничений у нас нет, приходите и выбирайте. Так что, если мы не едем в Помпиду, то Помпиду вроде как приехал к нам, вот увидя, например, такой вот Фриды. Ну, скажем так, от несерьезных сватчей перейдем к чему-то более серьезному, и как раз вот я вот говорил про Николаса Хайка, и благодаря Николасу Хайку сохранились многие компании, такие как там Бригея, Бланпа и многие другие компании из концерна Swatch Group, и в том числе, конечно же, компании Омега. У меня в руках, ну это действительно икона, один из самых известных хронографов в мире. Когда мы говорим хронограф, я думаю, что мы как раз вот подразумеваем вот такой вот дизайн. Заводная головка, две кнопки, запуск, сброс, накопители, тахиметрическая шкала, то есть такая вот абсолютная икона часового дизайна. Самое, наверное, интересное то, что изначально это был хронограф для автоспорта, автогонок, но в итоге судьба его сложилась так, что он с автогоночного трека улетел в космос буквально на Луну. Мы как люди часовые, у нас конспирология не то, что американцы не летали на Луну, а может быть они летали ради продвижения часов. Чтобы Омега могла сказать, что их часы побывали в космосе. Чтобы Омега нас могла радовать такими вот прекрасными часами. Я думаю, что многие их носят просто даже вот за их красоту. Это обаяние такое, что называют коллекционеры Tool Watch, то есть такие часы-инструменты. Но если не все знают о том, что эти часы еще побывали в космосе, я думаю, что это будет дополнительным преимуществом. Причем и часы как раз у Нилы Армстерга на руке были вот именно такие. Мало того, ну если прям совсем серьезно, то есть это до сих пор официальная экипировка астронавтов, космонавтов. Действительно, пилоты берут с собой обычно вот такой вот хронограф, такой вот механический. Я думаю, что пилоты вряд ли берут золотой, они берут стальной, но для красоты мы вот взяли, чтобы вам показать такой вот золотой Sedna Gold, так называемый. Такой специальный такой сплав, прекрасный у Омеги. Кроме того, в этих часах не просто летают, они авторизованы на работу в открытом космосе. То есть это дополнительные нагрузки. Я думаю, сложно себе даже представить, какие вообще испытания проходили, пытки проходили часы, чтобы попасть в космос, то есть я думаю, не меньше, чем космонавты. Реверса. Но это вот просто одна из икон, из икон, легенда из легенд. Кстати, недавно, буквально в прошлом году, эта коллекция отпраздновала свое 90-летие. Значит, я думаю, с того, что в 31-м году британские офицеры заказали часы на мануфактуре Джерджерли Культер и не простые часы, а такие, чтобы они могли играть в них в поло. То есть, чтобы можно было их повернуть, ну как-то что-то сделать такое, чтобы они были закрыты от ударов. Ну, мануфактура сделала часы, то есть многие модели имеют здесь вот такую сплошную стальную крышку как раз вот для защиты от ударов, но теперь уже больше для каких-то милых посланий, да, какой-то какой-то милой гравировки. Тогда это была именно защита от ударов во время игры в поло. Сейчас это может быть, например, такое вот двуличие часовое, да, в хорошем смысле этого слова. Ну давай так, не двуличие, я это называю и в пиры в мир, и в добрые люди. Многогранность, это когда ты с утра приходишь на деловые переговоры, и ты в одном образе. У тебя строгий лаконичный белый циферблат, а вечером вдруг тебе нужно пойти в театр, и ты переворачиваешь циферблат, и там все сверкает бриллиантами, черный лаковый циферблат, и это уже абсолютно другой вечерний образ. Ну, я думаю, что любим мы эти часы все-таки не за утилитарность, не то что двое по цене одних часов, а все-таки за то, что они просто вот потрясающие какой-то вот элегантности, красоты. То есть это, по сути, получается изначально были спортивные часы, но прошло время. А на самом деле это совсем не про спорт. Да, абсолютно дресс-вотч, да, то, что вот называют вот на англоязычных формах. Все-таки оду-браслету, потому что если говорить про женские часы, то это невероятная такая эргономика браслета, которая практически обволакивает любое запястье, вне зависимости от того, оно утонченное или, может быть, не слишком утонченное. Это всегда выглядит очень женственно и элегантно на руке. Не могу не сказать, что как раз часы, которые чаще всего я вижу у Оли на руке, это примерно такие же реверсы. Это правда, да. При этом я думаю, что Оля могла бы выбрать самые-самые разные часы. Да, но я очень хотела реверсы, это правда. Как человек из индустрии, тебе доступны вообще любые модели, самые усложнения. Но эти были самые желанные, это правда. Тут у меня тайное послание. Тебе покажу. Да. Если наберем тысячу лайков, узнаем про тайное послание на часах у Оли на ее реверсы. Следующая наша икона. Здесь вообще без всяких особых мифов, легенд и так далее. То есть, ну, действительно просто легендарные часы. Тоже, кстати, мы, можно сказать, обязаны британским офицерам появления этим часам. Это IWC, пилотские часы. Там уже история, ну, немножко другая. Основатель IWC отправил в Англию учиться своих сыновей. И они ему сказали, что сейчас такая у нас модная история авиация. Тогда, слава богу, не было компьютеров, телефонов. Здесь увлекались авиацией. И им необходимы были часы. Часы наручные. Тогда уже стали появляться наручные часы. И часы, по которым как раз они могли бы следить за временем полета. И так вот появились пилотские часы. То, что мы называем Tool Watch. Пилотские часы. Первые часы, как ты говоришь, которые были связаны с авиацией. Но у меня в голове висит другая история. Она связана с брендом Cartier и с Сандосом Димоном. Это такой красивый харизматичный аристократ, который был еще летчиком. Он взлетел над Парижем, увидел его строгие линии. И вот у него родилась коллаборация с Cartier. Часы с Сандос Димоном. Что скажешь по этому поводу? Ну это исторический факт. Действительно были часы. Мы, кстати, по часам Cartier мы еще вернемся. Обязательно. Я бы сейчас застрял бы внимание на IWC. Получается, что действительно можно сказать, что первые часы. Причем там одни из первых наручных часов были как раз вот Cartier и Сантос. И это были, наверное, первые, получается, авиационные часы. Но в пользу IWC можем сказать то, что это были первые такие массовые часы. То есть тут все-таки был уникальный заказ. У Cartier много было таких единичных каких-то заказов. От каких-то вот богачей того времени, друзей Луи и Cartier. Вот здесь все-таки такая более массовая история. То есть это был заказ королевских ВВС. То есть это все британская авиационная история. С одной стороны, может быть, такой простой дизайн. Но при этом он по этой строгости вот этой своей эргономичностью захватывает и, конечно... Очень хочется чего-то такого романтичного. Но мне кажется, что может быть романтичнее, чем часы Шанель? Шанель. 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 Как много в этом звуке. Шанель. Часы премьер. Абсолютно узнаваемый. Абсолютная икона. Абсолютно такая легенда. Как раз, по-моему, даже первые часы были Шанель. О чем говорит красноречиво название коллекции премьер. Да. И просто такие же вожделенные девушками, как, наверное, и сумки Шанель и парфюм Шанель. Не менее точно. И, кстати, о сумках. Мы здесь видим как раз браслет, который примекает на узнаваемую сумку. А что тебе напоминает эта форма? Это все коды Шанель, которые легко узнаваемы. Здесь у нас очертания в Андомской площади. Кому как больше нравится. Или это, может быть, крышечка флакона Шанель номер пять. Тоже всеми узнаваемы. Ну и, собственно, это то, что действительно с 1987 года не теряет своей актуальности. Модели меняются, но, тем не менее, коллекция продолжает быть узнаваемой. Да, самые разные варианты. То есть у меня здесь в руках, например, с перламутровым циферблатом. Бывают с бриллиантами, бывают без, в разных материалах. Но всегда удивительно такие утонченные часы с харизмой, обаянием и с таким французским флером, да? Шармом. Шармом. Да, конечно же, шармом. Повышаем градус мужчин. До этого мы говорили про какие-то марки, про какие-то модели. А сейчас мы говорим про целое такое направление, про целую школу, про саксонскую часовую школу. Некоторые скажут, что Саксония? Это вообще разве есть вообще такой кантон в Швейцарии? Нет, мы, конечно, говорим про немецкие часы. В руках у меня Гласхюта и Ланге. Потрясающие просто образцы немецкой школы. Я подумал о том, что интересно будет иконой модели разбавить такой иконой усложнением. Есть такие узнаваемые у этих часов элементы. Трехчетвертная платина, регулятор лебединая шея, золотые шатоны, вороненые винты, вороненые стрелки. Но мне очень нравится и у Гласхюта, и у Ланге, конечно же, большая дата. Вот, большая дата. Почему большая дата? В Дрездене находится знаменитый оперный театр. Земпер опера. И там над сценой, как и большие часы, там такая цифровая индикация. Вот, потрясающе. Мне там удалось тоже побывать. В Гласхюта я тоже был в этой малюсенькой деревушке. Но в этой малюсенькой деревушке делают на весь мир знаменитые потрясающие часы. Порядка десяти брендов. Но у нас в руках как раз вот две самых таких яркие такие вот жемчужины. Я даже, знаешь, часовой каминг-аут готов сделать. Вот. Не пугай меня. Вот. Я думаю, что, ну, читатели моего инстаграма наверняка обращали внимание. Наверняка в этом меня уже давно подозревали. Но я немецкие часы даже люблю больше, чем швейцарские. Вау. Вот. Ну, не могу себе больше в этом больше держать. Просто, когда беру в руки Ланге или Гласхюта, у меня просто, не знаю, вот, там, бабочки в животе, на запись. Ты же понимаешь, сколько подписчиков тебя сейчас заблокает просто за этот каминг-аут? Ну, ты знаешь, такие самые настоящие любители часов, они, наоборот, скажут «да». Поддержать. Потому что немцы это немцы, они делают не просто часы, у них такое прецизионное часовое искусство. И вот все вот эти вот элементы, как они к этому подходят с этой вот своей вот немецкой аккуратностью, точностью, но при этом все равно вот с любовью. Я даже не могу задать тебе никакого каверзного вопроса, потому что я вижу, насколько искренне твои чувства, а я не могу троллить искренние чувства, поэтому оставим все так серьезно, как оно есть у тебя в любви с Ланге, Гласхют. Ну, и если как бы вернуться от романтики на землю, то надо сказать, что… Нет, не хочется. Нет? Нет. Я бы еще сказал, что, по сути, Гласхюта сейчас эксклюзивно представлена в Сублим. Да, то есть если нам вернуться с небес на первый этаж, Ланге и Гласхюта, то есть в России вы сейчас найдете только в Сублиме, только в Гуме на первом этаже. Под таким соусом я согласна спуститься с небес на землю. На первый этаж, да, прекрасного Гума. Оля, как ты смотришь на то, чтобы нам вот теперь из Германии, из Саксонии перенестись куда-нибудь поюжнее? Двумя руками и ногами за. Например, как тебе такая страна Италия? Прекрасно. Часы, конечно, у меня опять-таки швейцарские в руках, но все знают, что итальянские корни на них как раз очень явно видны. Это Панерай, легендарные часы, были созданы еще в позапрошлом веке, но прославились, конечно, двоим спецвыпуском часов для итальянских подводников-диверсантов. Вот, но хотя я думаю, что прославили их больше все-таки не диверсанты, не из жизни, а диверсанты из кино. Это Сильверса Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Стетхэм и другие вот эти вот бравые такие серьезные ребята накачанные. Конечно, благодаря им вот создался такой вот мощный миф последние там 20 или сколько лет. У Панерая сформировалась причем мощная такой комьюнити, паниристия, то есть люди, которые вот фанатеют от часов, скупают, гоняются за лимитками. Ни у одной марки нет такого вот этого фан-сообщества, как у Панерая. Но мы говорим же про иконы, да, то есть что у нас в данном случае иконы. Конечно, я думаю, что и Циферблат Сэндвич стал иконой благодаря Панерая, и, конечно же, вот эта вот защита заводной головки, то есть вот такой вот скобой, то есть это вот на самом деле их такая вот запатентованная история, она очень узнаваемая. Часы, ну, раньше, во всяком случае, были в основном такие достаточно большие, массивные, такие брутальные, вот, ну, и носили их такие вот мощные ребята. Сейчас марка стала делать в разных материалах, то есть, например, это у нас такое BMG, такое марка, такое металлическое стекло, то есть такой материал устойчивый к коррозии, антимагнитный, много-много самых разных свойств. Это вот, это часы из композитного материала, алюминий, покрыт керамикой, тоже их практически невозможно поцарапать. Ну, совсем другой цвет, чем если бы это был просто, там, не знаю, сталь с ПВЗ-покрытием. Они достаточно большие. Вот сейчас марка стала делать, если честно, я не очень это поддерживаю, вот эти вот маленькие модели, там, с какой-то лунной фазой, с перламутром и так далее. То есть, ну, на мой вкус, все-таки вот панорай должен быть вот такой большой, мощный, может быть черный. Тебе кажется, что панорай – это больше про мужчин, и женщинам на эту территорию со своими маленькими диаметрами залезать не обязательно. Но в поддержку твоей точки зрения я скажу, что у наших девушек, у наших покупательниц, у наших клиенток популярен большой диаметр. У нас были случаи, когда девушка хрупкая, абсолютно такой утонченной конструкции, покупала себе часы 47-го диаметра, буквально сразу одевала их себе на запястье и уходила. Мне кажется, это максимально, кстати, секси выглядит, когда на девушке, на хрупкой, какие-то мощные часы, какие-нибудь, не знаю, там, ботинки типа Доктор Мартинс, да, то есть это абсолютно… Если кто-то Доктор Мартинсу приделать каблук, это уже будет что-то странное. Поэтому я, конечно, за такие вот большие, мощные, классные панорайи, то есть вот такого вот размера. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой вот моды на добавление женских коллекций, у таких изначально мужских брендов, да, брутальных брендов. Оль, давай снизим градус брутальности. Панорай, конечно, хорошо, но должны быть и такие утонченные прекрасные часы, как, например, Жакедро, Гран Секонд, асимметричный циферблат. Дизайн, который прославил марку когда-то давно вот в виде карманных часов, много-много лет назад, теперь к нам эти вот уже в новейшей, скажем так, истории этот дизайн вернулся в виде наручных часов, а с недавних пор появились… Раньше их не было скелетоны, причем не просто скелетоны, а такие вот интересные в керамическом корпусе. Вот еще вариант такой более-более традиционный в стальном корпусе, но в любом случае такие очень классные часы, которые, я думаю, ко всему подойдут и к костюму, и к какому-то смарт-кэжуал стилю. Ходят слухи, что Жакедро как-то поменяли свою концепцию глобально, да? Это правда, каверзный вопрос, да. Жакедро сместил свой фокус на индивидуальную работу с клиентами, на какие-то авторские заказы, но, тем не менее, мы продолжаем сейчас сотрудничать в формате бутика Жакедро в Петровском пассаже. Открыт для посетителей, для гостей, для клиентов, и коллекция представлена, ну, в очень широком ассортименте. Ну, конечно, хорошо все эти репетиры, там, автоматоны, но я думаю, все-таки, все равно мы Жакедро любим за их вот такие вот часы, которые могут позволить себе более широкий круг любителей часового искусства. Практически любые часы Жакедро, это можно сказать, что это икона, целый бутик иконических моделей в Петровском пассаже. Ну, для меня, конечно, вот Гранд Секон с большой такой секундой, вынесенная отдельно, там бывают еще усложнения, может быть, в ней календарь, может быть, фаза Луны, но вот особенно вот эта вот одна из последних коллекций в виде скелетона в керамическом корпусе, ну, мне кажется, очень круто выглядит, очень интересно. То есть что-то такое особенное, узнаваемое. Мы издалека поймем, что это именно вот те самые Жакедро, именно та самая модель. Все правильно. Мода периодически возвращается, и вот в последнее время мы ее наблюдаем практически у всех марок. Интересный образец таких часов, это, я считаю, из, ну, такого бюджетного сегмента, Чесо Пиро Икс. Вот, опять-таки, Николасу Хайку спасибо за, да, за то, что вот воссоздал один из самых известных, я думаю, швейцарских знаменитых брендов. В Сублиме, причем, есть целый бутик, где очень много, да, а, даже два, да, есть, то есть на Тверской и в Гуме на первом этаже. Вот, там можно найти много самых версий, как раз и Пиро Иксов, и Кварцевые, и Механика, и другие тоже интересные модели. Я вот недавно заходил в бутик, там посмотрел, там много всякого интересного, всякие модные зеленые циферблаты, синие, что только нет. Но вам хотел показать такую вот икону, поклон Дженси и другим дизайнерам, которые работали вот в этом вот жанре. Ну, если мы говорим про мифы, да, то есть есть такой миф, что вот посмотрели на эту моду и сказали, ой, давайте мы сделаем такие же часы. На самом деле, часы были сделаны в 75-м еще году, то есть это тоже переиздание тех самых старых часов, ну, которые были созданы на волне вот этой вот моды на часы с интегрированным браслетом. Вот, я считаю, это отличный вариант, интересный циферблат, интересный вот такой вот ободок полированный, корпус. Я, кстати, бы их больше даже сравнил бы не с джентовскими Ройлоуками, а может быть, там у Роликса были какие-то тоже модели в этом стиле. Ну, тут уже кто с чем сравнивает, там, не знаю, можете написать в комментариях, что вам, какие вам часы эти напоминают. Мне они, конечно, больше напоминают все-таки именно те самые вот Тесо из 70-х годов. Вишенка на торте, я их приготовил сразу. На сладенький десерт. На десерт, да, вот такую вот, вот вишенку, опять-таки круглые, здесь вот у нас много-много кругов. Марка, кортье, ну, я думаю, что это какие-то суровые такие часаны, как скажут, так, ну, сейчас так как-то поднимут бровь, может быть, кто-то неодобрительно, ну, кто-то там не супер разбирает в часах, скажет, ну, кортье, это вот там что-то вот для девчонок. Ювелирная марка, но мы-то понимаем, что это, конечно, ювелирный часовой дом, и часовой дом не менее, чем ювелирный. Спасибо, кортье, за то, что подарили нам столько легенд, столько, опять-таки, икон часов, да? Давай перечислим, какие есть. Ну, мои самые любимые Сантос. Пантера. Танк. Банюар. Баллон Блю. Краш. А, краш. Ну, давай так, сегодня наш краш пусть будет Баллон Блю, да? Давайте сосредоточимся на кодах. Почему эти часы, почему Баллон Блю такой узнаваемый и всеми желаемый? Почему это заветная коробочка кортье, в которой лежат именно эти часы так привлекательны? Коробочка кортье, конечно, я думаю, как подарок всегда порадует, что бы там ни лежало, будь то кольцо, браслет или часы, но я, конечно, предпочитаю дарить часы. И мне кажется, это отличный подарок, все-таки, по моему опыту, часы кортье очень так вот легко с руки выталкивают все остальные часы, какие бы они ни были. Здесь у нас такой круг вписан в круги, и заводная головка в виде круга, и циферблат, и римские цифры, то есть, ну, это различные коды. Часы узнаваемые, я не знаю, мне кажется, за километр ты узнаешь, даже если не разбираешься, что это кортье Баллон Блю. Что еще хочется про них сказать, из такого вот, ну, неочевидного, то, что они появились в 2007 году, и я так понимаю, что все-таки как раз вот кортье запустили вот эту моду на ретро, на винтаж, которую потом подхватили уже все остальные марки, и благодаря которой сток у нас сейчас таких вот часов в винтажном стиле, киритейджа. Да, и чтобы по сей день эти часы остаются, наверное, самыми-самыми желанными. Да, я думаю, что это, конечно, такая тоже очень важная икона, и, ну, часовой мир был бы совсем иным, если бы не было кортье, или если бы кортье часами бы не занимались. Спасибо, кортье, что занимаетесь часами. Хочется петь все время. Если бы не было кортье. В заключение предлагаю выбрать, какие часы самые-самые любимые из этих вот икон. Я уже выбрала. Какие для себя самые близкие именно тебе, то есть такой вот, ну, максимально личный выбор? Ну, среди тех часов, о которых мы сегодня с тобой поговорили, которые представлены здесь, я выбрал Шанель. Мне кажется, что это просто верх элегантности, верх женственности, обаяния и харизма, о чем мы с тобой сегодня так много говорили. Ну, я, например, сегодня иду в театр, и я бы с удовольствием надела на свое запястье именно эти часы. Шикарный выбор. Мне кажется, очень тебе хорошо они подойдут. Я желаю тебе именно в них отправиться в театр. Вот. Я бы в театр, конечно, пошел бы в Глазхюта. Да, да, отличная была бы парочка. Потому что это что-то такое очень, такое особенное. Абсолютно такой свой неконъюнктурный взгляд вообще на часовое искусство, на часовой мир. Ланги я тоже очень люблю, но Глазхюта мне, ну вот не знаю, как-то вот что-то в моем сердце максимально откликается. Это просто любовь. Максимально, да, такие вот элегантные часы. Элегантные, обаятельные, харизматичные, при этом строгие. Видно такая вот у них серьезная порода. Саксонская вот эта часовая школа. Надеюсь, после всех этих пандемийных прочих ограничений вернуться когда-нибудь в деревушку Глазхюта и еще раз посетить их замечательный часовой музей. Ну что, серьезный, умный, вдумчивый мужчина и женственная, романтичная девушка. Да. Если вам нужна помощь в выборе часов, приходите в бутики Сублим, пишите мне там в комментариях, в инстаграме, в ютубе, еще где-то, вам все подскажу, расскажу. Я думаю, еще важный такой миф, который мы этим вот обзором, этим видео разрушаем, про то, что нет часов сейчас в России, что ничего не продается, ничего нельзя купить. На самом деле, вот часы есть, вот мы их держим в руках, есть они в Сублиме, приходите, примеряйте, пожалуйста, все есть. Мы так очень быстро про ним пробежались. Сразу скажу, может быть, без должной глубины, потому что все-таки нас ограничил этот хронометраж. Но если вы поставите лайк, если подпишетесь и напишите комментарий, я думаю, мы еще продолжим, да, продолжим про другие иконы, про другие часы, которых очень много в бутиках Сублим. Спасибо за приглашение, за возможность поддержать эти вот прекрасные образцы высокого часового искусства в руках. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось и, конечно, про что рассказать поподробнее. Я думаю, что мы еще постараемся еще раз прийти и уже уделить должное внимание, может быть, например, немецкой часовой школе или мастерству часовщиков из Шавхаузен. Ну, может быть, каким-то французам тоже посвятим какое-то видео. Мы будем с нетерпением ждать тебя снова в гости и охватим все то, что не смогли охватить сегодня в нашем обзоре. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok